Hi everyone, с вами Ева Лорман. Hi everyone обозначает приветствую всех. Это просто для рифмы. Ева Лорман, Hi everyone, в общем. И в этом видео я хочу показать вам одну из своих самых любимых укладок или причесок. Что-то между укладкой и прической, которую можно сделать самому в домашних условиях, без особых навыков, на любую длину волос. И секретами этих укладок и причесок я буду с вами сегодня делиться. Я не зря вот такая сейчас абсолютно без укладки, лохматая. Вообще просто караул какой-то. Но так и надо. Друзья мои, для кого это будет большое открытие? Готовьтесь. Прически делаются на грязные волосы. Конечно, эти волосы должны быть не на 10 день после уборки сена или картошки. От вас хотя бы как минимум должно хорошо пахнуть. Третий, четвертый день. Вот у меня сейчас голова третий, четвертый день после мытья. И я ее специально, максимально вот вам показываю, что она у меня не совсем свежая. И это замечательная база. Потому что с такими волосами будет гораздо проще работать. Либо нужно создавать специально такую искусственную, скажем, загрязненность, чтобы волосы были как пластилин. Чтобы вы могли их поворачивать в разные стороны, куда вам надо. Вот видите, как у меня сейчас волосы лежат. Уже готовая укладка. Итак, летс гоушки, друзья. Для этого нам понадобится, правда, что совсем небольшой набор всякой всячины. Честно говоря, я без расчески могу делать, но как бы совсем неприлично. Значит, это расческа с тонким длинным хвостиком. Number one. Следующее. Это бигуди. Любые бигуди. Вот я, например, купила специально для теста вот такие поролоновые бигуди. Не помню, либо на Вайлберрисе, либо на Яндекс.Маркете. Для теста. Вот это вот чудо в перьях. Есть вещи, которые вообще не надо покупать. Но все равно я с ними тоже сработалась. Покажу сейчас на них. То есть, диаметр бигудей примерно 3 сантиметра, чтобы они были и не сильно мелкие, и не сильно крупные. От крупных вообще толку никакого не будет. К этим бигудям идут вот такой пакетик резинок. И еще для этого нам понадобится небольшое количество невидимок. Любых тоже. И чуть-чуть резиночек. Ну, то есть, у меня вот этот наборчик. И еще, конечно, для этого нам понадобится лак. Об этом лаке я уже говорила. Это лак Infinity. Все. И немножечко терпения. Итак, подготовка волос. Волосы мы не моем. То есть, на третий-четвертый день после мытья головы вы должны пойти куда-нибудь. В этом наборе 10 бигудюшек. Что я делаю? Я отделяю вот такую зону для того, чтобы накрутить эти чудо-бигуди. Вот эта зона у меня разделена на три части. Отделяю. Раз. Так, я вас не вижу, дамы и господа. Вот я отделила прядь. Вот эту прядь нужно обработать лаком. И вот так расчесать, прочесать. и накручиваем на эту чудо-бигудю. Опять у меня тут хвостик. Оставляю. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Закрутили. Резиночкой зафиксировали. Все, не раскрутится. Дальше делаем то же самое. Лак. Даже вовнутрь там прям раз-раз-раз набрызгали, расчесали. Накрутили. Зафиксировали. Красота. И еще одна. И туда прям раз-раз-раз-раз. Расчесали. Зафиксировали. Все. Очень даже неплохо. Даже сейчас. То же самое делаем с боковыми. То есть, понимаете, насколько упрощается наша жизнь. Оказывается, можно голову не мыть перед прическами. Накручиваем на это недоразумение. И крутим дальше. В принципе, особой прям такой, знаете, аккуратности можно здесь не придерживаться. Там прядка может быть и потолще, другая чуть поуже. Ну, как бы примерно. Чтобы вот так это примерно выглядело. Вот, пожалуйста, недоразумение начинает ползти вниз. Вот это что? Вот это вообще как? Когда мы начнем дальше это все сушить, это все развалится сверху. Вот неудобно поэтому чуть-чуть. просто надеваю резинку и все. Держишься? О, поняла? Бойся. Так, тут можно чуть потолще взять прядь. В общем, наша задача накрутить 10 вот таких бигудей. Эх, волосы уже длиннючие, а! Сзади еще одну надо накрутить. От корня обязательно. Оп, оп, оп. Закрутила. Все, я накрутилась. А теперь мне надо это все хорошенько прогреть. нагрела, а теперь жду, пока остынут. И отвечу сейчас на один из ваших вопросов. Что я только для роста волос не наносила за эти полгода? И один из понравившихся мне препаратов, которые я уже закончила наносить, этот бренд называется Флоэма. Что характерно, этот бренд специализируется исключительно на вот этой проблеме выпадения волос и для усиления роста волос. Также есть отдельная линейка препаратов. Ух, важный какой момент, если вы выщипали когда-либо себе брови, и они перестали расти, хотите, чтобы они начали расти, там есть специальная линейка именно для бровей, а также для усиления роста ресниц. Есть у них еще отдельная линейка для мужчин, специализируется на отращивании бороды и усов. Сейчас очень круто иметь красивую заросшую набитую бороду, усы, и многие мужчины комплексуют в этом плане, что нету у них таких зарослей. У Флоэмы есть специальная линейка для мужчин. Сыворотка, которой пользовалась я, укрепляет корни и стимулирует рост волос. Она так и называется сыворотка для роста волос. И важный факт для меня, что есть клинические исследования которые доказывают эффективность этой сыворотки. В коробке два пузырька. Вот так они выглядят. В одном пузыречке у меня тут остатки капелек. Вот. Абсолютно практически без запаха. И ее наносим капельным путем на всю кожу головы. Примерно хватает три вот таких пипетки. Массажируем после этого. И можно делать укладку там, что хотите. Можно с этим идти на работу. Такая интересная консистенция, что с волосами все прекрасно. И не смывать до следующего мытья головы. И надо проделать здесь целый курс три месяца. Но этой упаковки как раз хватает на целый курс. Когда наносить? Обязательно на чистую голову. Можно перед сном, можно это делать перед работой. Например, с утра встали, голову помыли, быстренько нанесли, помассажировали, потому что нужно все-таки, чтобы был какой-то эффект втирания, тогда будет быстрее это все работать. И вперед можно идти на работу. Поэтому, у кого есть вопросы с этим, вот вам еще один из препаратов. И по промокоду, который вы видите сейчас на экране, Флоэма предлагает моим подписчикам и зрителям канала аж 15% скидку. Данные сайта, промокод, скидка, все находится в описании, в закрепленном комментарии под видео. Пользуйтесь, друзья, надеюсь, и вам поможет. Так что, вот такая полезная штука. Так, ну что у меня тут? Можно в целом уже это все распускать. Ну, давайте начнем вот с этой. Что у нас здесь? А у нас здесь, естественно, ничего не накручено, но волосы стоят от корней. То есть, наша задача была создать эффект пластилиновых волос и вот таких вот, знаете, торчащих от корней. Вот так вот. Это должно быть. Ничего не расчесываем, ни в коем случае. Снимаем эту красотень. По сути, с этой прической может справиться самый-самый-самый рукожоп, который даже не умеет расческу в руках держать. Замечательно, просто замечательно. Вот такого эффекта и надо добиваться. Сейчас мы не расчесываем ничего, а руками как бы немножечко разбираем этот бардак на голове и получаем уже вот такую текстуру. И смотрите, если бы это делалось бы на вот это я лев, не на грязные волосы, то, во-первых, вот этот эффект раздирания этого всего, он бы был бы просто максимально неприятен. А сейчас это выглядит, как будто вы сделали свои волосы пластилиновыми. И на этой базе можно теперь сделать все, что захотите. Ну, например, вот одна из моих самых любимых укладок. то есть я беру пальцами, руками, сразу делаю текстуру и фиксирую одной невидимкой. И вот так расчесываем аккуратненько, закалываем. то же самое сделать вот здесь. Опа! Ну, здесь, чтобы хорошо держалась, нужно обязательно две невидимки. Одна одну, другая в другую сторону. Можно и так оставить. Я обычно не оставляю, потому что такую прическу я всегда делаю в случае, когда мне надо волосы поднять. Беру резиночку, поднимаю. Эти волосы уже можно расчесать. Делаю хвостик. Чуть-чуть его распускаю. Делю хвостик на две части. Внутрь его раз. Сам хвостик прячу. Поднимаю его, подкалываю там внутри. и все. Ну, а если хочется добавить еще большего какого-то шарма, вот у меня такая штучка есть. Это специальная штука на самом деле для волос. На одной и на другой стороне колечко для того, чтобы зацепить. И можно вот так сделать потом оп и оп. Еще более торжественную прическу. Так что вот, друзья мои, тут же самое главное в этих укладках это красивый профиль. Чтобы объем был, тут был объем, тут был объем, как бы пучок здесь, пучок здесь и все. Следующая прическа, которую можно сделать, на этой базе на самом деле можно сделать просто безумное количество причесок. Можно сказать, что все прически, которые есть на средние волосы, они делаются как раз на такой базе, чтобы волосы были не шелковистыми, а наоборот, как пластилиновые. Такие укладки держатся и спать с ними можно. Вот, понимаете, о чем речь идет? Пластилиновые волосы, как бы вы теперь с ними не работали, куда бы вы их не пытались уложить, они будут как пластилин себя вести. видите, какая форма вот этой волны. Надо вам такую волну сделать. Пожалуйста, делаем. Сзади элементарная ракушка, причем закалывается буквально одной невидимкой и уже после этого вот так. Представьте, я это делаю сейчас вот на камеру одной рукой. все. Главное создать текстуру и создать красивый профиль. Еще одна. попробуйте то же самое сделать не на подготовленную базу. Все. 5 секунд. И вы греческая принцесса. Можно с распущенными вот такими волосами. Но для следующей прически нужно немножко приподнять затылок. Зафиксировать невидимками. И то же самое делаем жгутики. Закручиваем волосы вокруг теперь этого места. Это вот для людей, у кого приплюснутая макушка. То же самое с другой стороны. С этим хвостиком можно делать все, что угодно. Вот просто самое элементарное просто показываю. Резиночка и закалываем резиночку вот в эти невидимки, которые тут были. А потом его вот так распушиваем. и подождем. И подождем и подождем и не разбросит и дэв и разбросит и перед дэв и разбросит и еще одну показываю прическу я ее очень люблю тоже делается довольно быстро аккуратненько сняла и закалываю помните какие прически девушки делали во время войны и после войны послевоенный период это были шедевры а я напоминаю что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео поэтому подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе а кто не успел задать вопрос первый час все равно пишите комментарии задавайте вопросы я ввела такую функцию на своем канале что в каждом последующем видео я буду отвечать на три вопроса из предыдущего видео курса книги онлайн консультации ссылки в описании и в закрепленном комментарии и всегда читайте описание потому как я могу там дополнить тему ролика благодарю вас всех за потрясающий комментарий надеюсь ролик был для вас полезный подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать новые уведомления а я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты bye bye everyone с вами былаева лорман и до встречи в новых видео эй народ не скупись лайк поставь подпишись колокольчик тут зажми делись со всеми не томи хватит даме танцевать пора идти видео снимать а а а а и и и и и